Добрый день дорогие друзья! Шаббат шалом! Мы продолжаем наше изучение Торы. Наша недельная глава называется Талдот. И мы узнаем, что Яков получил благословение своего отца Ицхака в 63 года. И в 63 года он уходит. Что мы видим? Мы видим, что он всю жизнь учил Тору с Ицхаком. Он был мудрецом Торы. И мы видим, как он стремится купить это первородство. Говорит Исаву, продай же мне теперь свое первородство, он говорит. Видно, он и раньше предлагал у него, чтобы он продал ему первородство. Исав не соглашался до тех пор, пока не стал на преступный путь. Пока он не начал убивать, пока он не начал грабить, пока он не начал соблазнять чужих жен. До этого он ничего ему не продавал. Но как только он приступил законы, он убил в этот день царя Немрода. Он соблазнил чужих жен. Грабил, вещи забрал у Немрода. То есть, он понял, что долго он не проживет с такой жизнью. Он хорошо понимает Исаву. И поэтому Яков говорит, продай же мне теперь свое первородство. Исав продал ему свое первородство. Но ничего не говорит Исхак в полном неведении. Яков ничего тоже не сказал. Он должен был сказать своему отцу так-то и так-то, что теперь у него право первородства. Получается, Исхак всю жизнь в заблуждении. Да, он считает, что его сын хороший. Он верит всему, что он говорит. Он считает его сильным человеком. И получается, отец не знал, кто его сын. Ривка понимала, потому что она сама с такой семьи. Кто ее брат Лаван, и кто ее папа Битуэль. Она хорошо понимает, что это за люди. И поэтому она понимает, в кого пошел ее сын Исав. И для нее он праведником, естественно, не является. И 48 лет промолчали братья. Исхак нормально к этому относится. Закон Торы первенец. Ему остается двойная доля. Его вины в этом нет. Он не видел ничего плохого в своем семье Исаве. А слуха слышать никого не хочет. Он уже уверен, что так все правильно. И он дает, получается, благословение. Он хочет дать его, как положено по Торе. Поэтому Исхак не мог точно знать всю картину. До тех пор, пока Исхак не сказал, что Яков взял у меня первородство. Вот теперь уже Исхак понял. И говорит, да пусть будет он благословен. Исхак говорит. То есть мы не должны скрывать то, что не надо скрывать. Не во это мы отца расстроены, что нет. Это ситуация, когда надо разговорить. Вот так-то и так-то, что уже право первородства принадлежит другому сыну. И теперь, чем это закончилось? Теперь Исав хочет убить Якова. И Яков вынужден в 63 года бежать из дома. Потому что Исав реально его бы убил. Потому что он считал, вот исполнятся дни скорби по отцу моему и убьет Якова, брата своего. Вот так. То есть он считает, что это надо сделать. Но он отца любил. И он при жизни отца своего, он это делать не хотел. Хотя Медраж говорит, что, когда Яков ушел из дома, он послал за ним своего первенца, сына Ады, Элифаза, чтобы он убил Якова. Но Яков ему сказал, ну как ты меня убьешь? Говорит, я тебя на руках выненчил, и ты меня убьешь? Элифаз говорит, мне отец сказал, я все равно тебя вынужден убить. Яков говорит, ты у меня забери все, что у меня есть. Оставь меня без ничего. И все это считает, что мертвый. Если человека оставить в пустынном месте одного в то время, дикие звери, кругом бандиты, выжить там практически невозможно. Ни средств существования, ни одежды, ничего. Элифаз говорит, хочешь помучиться? Пожалуйста. Ограбил его полностью, он сказал, ничем. И мы видим в следующей главе, что Яков вынужден спать на камнях. У него нет одежды. У него нечего постелить на камни. То есть до чего это дошло? Но Всевышний не отдал Якова, естественно. Нас это учит, что мы должны вовремя говорить и делать все, что положено. А не скрывать всю жизнь и не думать, что мы кого-то расстроим, если мы не так скажем. Нет, надо говорить прямо вот такое-то, такое-то событие. И тогда бы это с ним не случилось, с Яковом. И так и с любым из нас. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Берта Батесраэль, Павел Бен Эфим, Самуил Бен Герш, Хайамалка Бат-Йосим, Мира Батаврагам, Роза Бат Михаэль, памяти Владир Бен Григорий, Ури Бен Харитон, Мендель Бен Бендель, Яков Бен Нахум, за здоровье Светлана Батклара, Шимон Бен Схак, Борис Бен Мария, Анна Батривка, Парина Перва Батсоня Сура, Лена Батклара, Женя Бат Ида, Берта, Евгения Бат Ита, Фира Бат Анна, Геннадия Бен Елена, Ольга Бат Светлана, Йосиф Дан Бен Цара, Таня Бат Фрида, Ида Бат Рива, Вадим Бен Татьяна, Юрия Бат Белла, Яков Йосиф Бен Рахель, Шимон Бен Мира, Фейга Бат Берта, Ася Бат Года, Марк Бен Нина, Ира Бат Вера, Леор Бен Клара, Рафаэль Бен Клара, Хана Цепора Бат Цара, Ида Бен Хая Авива, Мазал Парасас Гула, Урина Бат Ури, Арон Оребен Ури, За хороший дух, Арон Оребен Двора, Дниз Бен Ахум, Абигаль Бат Цара, Хана Бат Аврагам, Парасас Гурию, Владимир Бен Рая, Марина Бат Рая, Борис Бен Марина, Всего хорошего, Олегу Марченко, Всем браха, Парасас Каванам, Мазал то, что мы это время не грешили, учили Тору, всем шаббат шалом, всем все самое наилучшее, желаю всем крепчайшего здоровья, пусть закончится эта страшная война, и до следующих встреч, шаббат шалом.